здравствуйте дорогие друзья предлагаем вам познакомиться с книгой александра ткаченко вот ты какой северный олень что мы знаем про северных оленей на этот вопрос можно услышать разные ответы кто-то добавит что у северных оленей есть ветвистые рога и живут они далеко на севере поэтому так и называется и уж конечно любой знает что санта клаус каждый год приезжает к нам из лапландии на санях которые запряжены 8 северных оленей а еще а что собственно еще больше мы о них вряд ли что-то можем сказать хотя обитают северные олени как раз в нашей стране в сибири якутии на дальнем востоке и мы сегодня раз уж вспомнили лапландию значит расскажем не просто о северных оленях а в первую очередь о самых северных а лапландских живущих на кольском полуострове рядом с аамами северные олени удивительно приспособлены для жизни в трудных условиях у них очень плотный густой мех даже самые лютые морозы и ледяные ветра не страшны с такой шубой а копыта большие с острыми краями роговые пальцы на копытах могут широко раздвигаться между ними густая щетина не копыта а лыж и снегоступы именно из-за копыт вес северного оленя давит на снег четыре раза слабее чем у других подобных животных и там где другие просто провалится олень пройдет запросто благодаря своим удивительным копытом и выручает они только на снегу но и в непролазных тундровых болотах не страшны оленю не глубокий снег не гололед не кочки не трясина везде пройдет не зверь а везде ход пища оленей зависит от времени года летом они питаются травой с лаками и мышками да да не то чтобы специально охотиться на них но уж если какая-нибудь легкомысленная мышь зазевается на кочке оленью схрумкает вместе с травой и даже не заметит а еще лакомая пища для них грибы народу севера грибы не едят как раз потому что их едят олени зимой когда нет в тундре ни травы ни грибов олени добывает из-под снега ягель это единственный корм доступный зимние холода у оленей отличный нюх и не чувствует ягель даже подметровым слоем снега причем умеет доставать его с очень большой глубины они раскапывают снег передними ногами так глубоко что иногда у кормящегося оленя видно одну только спину ягель это лишайник и он растет не только на севере и если внимательно приглядеться то найти его можно почти повсюду но растет он только в сухих местах и очень очень медленно один сантиметр за 10 лет по миллиметру в год а еще олени очень любят ягоды которые растут в тундре на болотах морожку чернику бруснику клюкву и голубику все северные олени летом гуляют сами по себе и никто за ними вообще не смотрит это называется на вольном выпасе они бродят маленькими группками от трех до пяти животных вдоль берега моря где ветер отгоняет от них надоедливых насекомых и щеплют молодую траву такая самостоятельность оленей для человека очень удобно не присматривать за ними не надо не кормить а осенью инстинкт заставляет их идти в более теплые места вглубь кольского полуострова вот и устремляются они к югу натоптанными тропами по тысячелетним своим маршрутам тут-то и подкаравуливает их пастухи они все тропинки хорошо знает и постепенно собирают олени в стада которые перегоняют на зимние пастбище такие стада могут быть не очень большими а могут быть просто гигантскими и тогда перегонка их на пастбище зрелище внушительное представьте себе идут 10 тысяч оленей со всех сторон их сопровождают мощные снегоходы а сверху летят вертолеты как будто целая армия идет в наступление с техникой и авиацией обычно оленихи рождается один реже два детеныша весит они по 6 7 килограммов и уже отлично видят и слышат олени детки растут что называется не по дням а по часам всего-то час олененку от роду а он встает на ножки еще через час ходит а вскоре сознанием дела сосет мамина молоко всего через неделю после рождения олененок уже не только быстро бегает но даже может переплыть большую реку с ледяной водой мама и малыш сразу и навсегда запоминает голос и запах друг друга поэтому олененку совсем не страшно жить в тундре даже если потеряется мама его всегда отыщет и выручит из беды ездят оленеводы на нартах нарты это сани которые делают из дерева а полозья обивает специальным твердым и скользким пластиком чтобы сани лучше скользили и деревянные полозья не разбивались о кочке но оказывается не каждого оленя можно запрячь в нарты потому что это очень свободолюбивые животные и приручить их почти невозможно выбирают подходящих для нарт оленей очень просто по любви хлебу дело в том что вообще-то олени хлеб не едят природе ведь его нет и лишь очень немногим из них хлеб от чего-то нравится так сильно что покажет олени вот такому лакомки горбушку и он про все на свете забывает таких оленей называют хлебоедными и их очень мало всем известно что олень рогатый зверь но мало кто знает что рога у них каждый год новые у оленя на голове рога растут намного быстрее чем ягель в тундре рога для оленя штука очень нужная с их помощью он защищает найденную еду от покушающихся на нее сородичей зиму ходит с рогами а весной сбрасывает и тут же начинает отращивать новые мягкие кончики молодых рогов оленя называют панты из них делают ценное лекарство пантокрин которая помогает лечить многие болезни растут рога олени вроде бы потихоньку незаметно а к зиме глядишь уже выросли на голове больших красавцев новые роскошные любви представить но во время великой отечественной войны многие северные олени стали грозными врагами фашистов главная военная база советских войск была расположена на полуострове рыбачий немцы хотели его захватить окружили со всех сторон перекрыли к нему все дороги на суше и тогда на рыбачий с моря был высажен самый необычный десант на помощь бойцам пришли олени их спускали с катеров прямо в воду у берега и они сами выбирались на сушу и потом работали вездеходным транспортом для доставки боеприпасов и продовольствия для вывоза из окружения раненых и даже для разведки немцы думали что это просто олени воды едут на упряжках а это наши бойцы пробирались к ним в тыл немцы перекрыли все дороги а оленю они не нужны он как мы знаем везде пройдет хоть по снежной целине хоть по болоту хоть по горным перевалом без северного оленя зверя вездехода невозможно представить жизнь народов русского севера и книга александра ткаченко вот ты какой северный олень расскажет юным читателям что едят олени как их пасут как растут оленята кто помогает пастухам и что такое олени упряжки прочитав ее вы узнаете в каком городе благодарные люди поставили этому удивительному животному памятник и теперь на высоком постаменте гордо вздев рога к небу стоит на русском севере отлитый из металла верный помощник человека северный олень